Друзья, я надеюсь, что все вы сегодня хорошенько выспались. Тем не менее, по статистике, большинство россиян, да и вообще жители Земли, хронически недосыпают. Виной тому стрессы, огромное количество информации, поэтому ночью вместо того, чтобы сладенько посапывать, мы волнуемся и нервничаем. Эту тему мы сегодня решили поднять на наших постоянных встречах с замечательным доктором. Да, сегодня в студии доктор, врач Ярославского областного центра медицинской профилактики Татьяна Аркадьевна Селезнева. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, дорогие. Татьяна Аркадьевна, ну как все-таки научиться спать хорошо, с удовольствием и не отвлекаться на все эти пагубные воздействия окружающей среды? Сон просто нам жизненно необходим. Конечно, у всех своя норма сна. Я завидую людям, которые могут спать там по 4 часа в сутки, потом работать. А такие точно есть? Есть, есть уникумы, да. Но, к сожалению, большинству нужно, ну хотя бы 6, 7, 8 часов. У некоторых индивидуальная норма доходит и до 9, до 10 часов. Понятно, что деткам нужно спать побольше, подольше. Появилось электричество. Раньше-то все спали хорошо. Ночью, да. Электричества не было. Свечи были дороги. Солнышко зашло. Я знаю, кто виноват. Плюс электрификация всей страны, понимаете, батенька. Вот кто виноват. Появилось электричество, появились так называемые совы. На самом деле мы созданы природой, как жаворонки. Солнышко встало, мы светло, мы работаем, мы все делаем. Солнышко зашло, темно, глазки закрыли. Спим, восстанавливаемся. Да, во сне, в темноте у нас вырабатывается такой совершенно замечательный волшебный гормон мелатонин, который заведует восстановлением ремонтной, такой вот ремонтной работой в организме, восстановлением всей, всего организма, в первую очередь нервной системы. У нас резко снижается синтез кортизола. Это гормон стресса. Кстати говоря, сейчас люди, которые живут с высоким уровнем стресса, депрессии, тревоги, это вообще проблема современного мира, да. Так вот это кортизол, который разрушает наш организм и является причиной гипертонии, расстройства пищевого поведения. Ночью, когда человек спит, кортизол снижается естественным образом. Поэтому у нас все ночные жители, они в зоне риска по развитию гипертонии, сердечно-сосудистых заболеваний, в зоне риска по ожирению, в зоне риска по развитию сахарного диабета второго типа. Ночью надо спать. Другое дело, что люди, ну как бы настолько впускают в свою жизнь много информации, это и телевидение, и интернет, и музыка, ночные какие-то тусовки, да, что у них происходит вот этот сбой биоритмов. Ну работать-то меньше нельзя, и отдыхать-то меньше не хочется. Делать-то что? Делать что? Принять решение. Так, я должен хорошо выспаться для того, чтобы на следующий день очень эффективно провести этот день. Желательно спать ложиться до 11 вечера и за час до сна заканчивать, хотя бы за час до сна, заканчивать дела. Вот это очень важно. Что касается детей, ритуал придумать, кстати говоря, взрослые тоже могут этот ритуал придумать, умылись, зубки почистили, приглушили свет, задернули шторы, чтобы темно уже было, да, выключили раздражающие какие-то звуки, телевидение, там, из интернета ушли, прекратили играть в какие-то вот азартные вещи, да. Успокаивает, подготавливает нервную систему, успокаивает, убирает какие-то раздражающие факторы. Можно принять теплый душ, расслабляющий в ванну, полежать в ванне в хвойной, да. Можно выпить, например, чашку ромашкового чая или некоторые пользуются вот мед. Вот стакан теплого молока. Да, теплое молоко с медом тоже хорошо работает, такой седативный эффект. Кому-то помогает мята, кому-то пустырник. Я помню про куркуму. Очень хороший, кстати говоря, рецепт. Не все готовы это принимать, но это действует. Теплое молоко. Во-первых, это красиво. Да, и красиво. Молоко с куркумой. Главное создать вот этот динамический стереотип, выработать вот привычку. И некоторые жалуются, ой, я день попробовала, не работает, я не уснул. Две-три недели организм перестраивается. Но потихонечку он привыкнет, и у вас вот этот биоритм выработается правильно. И сон значительно станет лучше. Я вот знаю еще, что пока мы спим, мы худеем. Так ли это? Во сне самое эффективное похудение. С 9 часов вечера до 3 часов ночи. Поэтому, если на ночь не наедаться и пораньше ложиться спать, действительно, утром, вот человек, который поставил перед собой цель сбросить лишний вес, он встанет на вес, и у него будет минус. И это работает. Люди просыпаются утром совершенно другие. Они просыпаются более отдохнувшими. И голодными, наверное. Да, и попили водички, и уже готовы к завтраку. Это все работает. Простые очень рекомендации. Иногда летом, я сама пользуюсь этим таким вот моментом. Летом светло, долго светло, рано солнышко встает. Есть специальные масочки. Как самолезы? Да. Пожалуйста, наденьте, вы заснете легче, подольше проспите. Темнота на некоторых очень хорошо действует. Вот такие какие-то элементарные вещи, они не требуют каких-то дополнительных вложений. Нам самое главное подготовить организм, подготовить нервную систему уже за час-два до сна. И так плавненько-плавненько потом уходить в сон. Может быть, там книжку перед сном почитать. Ой, а книжки, Сергей. Усыпляют по себе, я знаю, книжки, усыпляют замечательно. Особенно усыпляют. По квадратной физике. Усыпляет история КПСС. Простите меня, но это вообще лучше снотворное из студенческих времен, помню. Исторический материализм, диалектический материализм. Покопайтесь у бабушек. Ну, любую неинтересную, точно книжку, да. Абсолютно. Самое главное попробовать, если вас что-то особенно беспокоит, да, попробовать поменять режим сна. Да. И увидите, прогресс будет налицо. Если не увидите, Татьяна Аркадьевна, у нас... Специалистов уже, да. Каждую среду она у нас здесь. Обращайтесь и в социальных сетях, и везде поможет и подскажет.